Всем привет, ребята, с вами как всегда я, Заза, и добро пожаловать на очередное видео по уникальному транспорту GTA China Town Wars, чё? Ну и объясню, почему я этот видос пилю чуть-чуть попозже, а так, да, добро пожаловать Мы сегодня будем добывать с вами пули неправильную лодочку Ju-Boat из миссии Торпеда Ранг Видите, я только что умер, я это всё пытался сделать на стриме И просто потом вырезал успешную попытку Поэтому буду сейчас сверху накладывать голос, из-за этого, к сожалению, вы не услышите звуков из игры Как вы можете заметить, мы играем на реальной PSP И на то есть своя причина, о которой расскажу, естественно, чуть-чуть попозже В целом, я в этом ролике планирую вам показать весь процесс от начала до конца Но какие-то скучные части я, наверное, буду просто ускорять, чтобы вам было поменьше смотреть Я думаю, так будет реально, потому что сейчас, вот пока я записываю этот голос Я вижу, что видос идёт в 44 минуты Сами понимаете, это много Вот так что-нибудь у нас и копаюсь В общем, надо скипать Для добычи этой лодки вам потребуется пустой гараж Я вам дальше покажу, какой лучше всего освободить Который будет находиться ближе всего Так как эту лодку придётся толкать Основным методом добычи этой лодки является выпрыгивание из своей И вытаскивание водителя и пассажира В этой лодке есть два, так сказать, человека И нужно обязательно с обоих сторон С обеих сторон, извиняюсь Вытащить чуваков Потому что у меня бывали ситуации, когда я садился в лодку Вытаскивая только водителя или только пассажира Я не знаю В общем, лодка вела, так сказать, свою жизнь Она плыла сама по себе И я ничего не мог сделать Даже вылезти обратно И из-за этого приходилось постоянно перезагружаться Следующим шагом является вытащить эту лодку на берег И, пожалуй, вот это место находится ближе всего к сейфхаусу И очень удобно для того, чтобы это сделать Собственно говоря, дальнейший процесс поначалу прост Вам нужно доплыть в начале до этого места Потом вытащить лодку на берег И потом аккуратно её до толкать до гаража Единственное, что могу сказать Не толкайте сильно эту лодку Я лично не проверял Но слышал такую теорию Что если вы будете сильно толкать лодку Она продолжит скидывать мины И сразу же на них взрываться Как видите, слева вверху есть шкала дамага Вот её не стоит заполнять полностью Иначе вы провалите миссию И потеряете лодку Что наиболее важно И пока вы смотрите на весь этот процесс ускорения Позвольте мне всё-таки рассказать А почему появился этот видос вообще И из-за чего я решил вернуться И надолго ли В общем, хочу вас сразу огорчить Если вдруг кто-то подумал Что я сейчас начну пилить гайд по Чайна Таун Ворсу Или там ещё что-то Нет, это будет единичный ролик И, собственно говоря Лодка на самом деле не самая топовая тачка Даже из этой игры Даже не тачка Ё-моё, это транспорт А появился этот ролик Потому что Есть чувак, который пилит гайды Мы с ним когда-то были вроде как заодно Тот самый Милития Может кто помнит Это ещё тогда Со времён, когда я впервые пришёл на GTA Forums В какой-то момент У нас резко испортились отношения Мы разделились на два лагеря Мы лагерь, так сказать Зависливых детей Как он нас называл Играющих на эмуляторах А не на реальных консолях Как про-геймеры Причём под реальной консоли Подразумевается только PlayStation ПК не подходит Потому что там есть эти Читерские реплеи Использование Mission Zero Это, кстати, тоже Величайший грех и так далее В общем, это тот самый чувак Я думаю, кто знает его Те понимают уже О ком я говорю Те, кто не знает Даже не задумывайтесь О нём не стоит Максиму ещё могу сказать Что гайды у него действительно Наверное, самые полные И так далее В принципе, если что-то надо посмотреть Можете к нему зайти Но Ссори Не буду спойлерить И уж тем более рекламировать его Ну так вот У него появился видос Не так давно Нет, уже, наверное, не давно В декабре, по-моему О том, что Эту лодку Можно добыть С прохождением Миссии Без провала То есть Только на эмуляторе И я Посмотрев этот ролик Потому что Мне его скинули Сразу же вспомнил Про то Что когда-то Давным-давно Находил Один глич Который, вероятно Позволит Добыть эту лодку С прохождением Миссии И в том числе На реальной консоли И я пошел-то тестить На PSP Причем тестил Это еще до Нового года Просто у меня сейчас Была сессия И я, к сожалению Не мог Запилить этот видос Раньше Собственно говоря О этом баге Мы поговорим Чуть-чуть попозже Когда мы до него дойдем Самое забавное Что этот баг У меня находится На канале уже Наверное Лет 9 Ну, может быть 8 еще Не знаю точно Но, в общем Это были одни Из первых видосов Этот баг Вошел в ту Касту видосов Которые я еще записывал Без голоса Что На мой взгляд Самые золотые мои ролики Самые-самые первые Но, неважно Сейчас не о нем Так вот И Блин Я пилю этот видос Можно сказать Две цели у этого видоса Во-первых Конечно же Показать все это вам Ну, а во-вторых Это можно сказать Утереть нос Этому чувку Вот серьезно Хоть мы уже Долгое время Скажем так Вообще никаким образом Не контактируем Потому что Я, как вы знаете Уже давным-давно Перестал пилить Эти видосы По уникальному транспорту Так только Известка что-то выпускал И то Давно уже Последнее что-то было Но Например Есть знакомые У меня Которые Ну, по крайней мере На сервере Чуваков Которые добывают Уникальный транспорт Дискорде Добывают свои И Например Там он все еще Продолжает писать Всяку дичь И раньше он нас Как только не называл И Собственно говоря Он слишком высокомерен И возможно Это конечно Довольно Низко С моей стороны Но Мне реально хочется Просто утереть ему нос Ну и заодно Может быть Посмотреть на его реакцию Если он вдруг Когда-нибудь Этот видос увидит А я думаю Что шансы На это в принципе Не маленькие И Что мне еще более интересно Укажет ли Он меня В кредитах Когда он перезапишет ролик Потому что я думаю Что рано или поздно Он его перезапишет Все-таки Он гонится за идеальными Гайдами Все дела И за стату Он тоже очень сильно печется Поэтому вот такое вот Открытие Это думаю Достойно того Чтобы перезаписать видос Тем более Что добыча несложная Просто занимает Какое-то время Ну посмотрим Я лично планирую Добавить Ну по крайней мере У него Старое Наверное Имя В описании Но ссылок никаких Оставлять не буду Скажем так Да Не хочу его рекламить Sorry Вот Собственно говоря Теперь вы наверное Понимаете причину Почему я этот видос пилю Ну И естественно Мне все-таки Было интересно Самому попробовать Получится или нет Потому что идея была И я знал Что никто кроме меня Никогда до нее не дойдет Ну просто потому что Такой баг Который я решил юзнуть Вряд ли кто-нибудь До него догадался И скорее всего Это бы так бы Никогда бы Не стало известно Потому что игра Не самая популярная Не так много народу К сожалению Печется о ней Хотя я лично сейчас Прямо вот В это время На своем твиче Прохожу эту игру На сотку И добываю Различный уникальный транспорт Там уже прошло Семь по-моему Частей На момент записи Этого ролика Так что приходите Полные трансляции есть Я их обязательно сохраняю Чтобы они нигде не потерялись Единственное что Я там В основном говорю На английском Если вы будете Снять запись Если вы придете На стрим В прямой эфир Меня поймаете Я буду говорить На русском Милости И вы будете Говорить на русском Милости прошу Я вам отвечу На русском Без проблем Вот Собственно говоря Как то так Ребята Вот мы уже Подплываем К тому самому Сейфхаусу До которого Нужно толкать И Ну в принципе Здесь опять же Нет смысла Останавливать Видос Пускай он так же Идет ускорение Что тут Напоминаю Что гаражи Чантан Ворс Работают Немножко Интересным образом Не все тачки Можно вогнать Уж тем более Не весь транспорт Например Большие машины Вы туда не можете Завести официально Но всегда Можно подставить Эту машину Недалеко От гаража Но не прямо Перед ним Иначе ваш гараж Просто не откроется И подъехать На другой машине Которая для этого Гаража подходит Например Какую-нибудь легковушку И дальше Аккуратненько Потихонечку Затолкать Вот эту вот Большую махину Будь это Автобус Лимузин Или же Например Вот эта лодка Потихонечку Затолкать ее В гараж Торчать из гаража Она все равно Должна засчитаться Как находящийся Внутри Вот такой вот Лайфхак Для Так сказать Хранения Некоторых тачек Которые Просто так Нельзя запихнуть В гараж И Да На этом В принципе Наверное Все что я хотел Расскать Просто аккуратненько Толкать И главное Следите за тем Чтобы вы сами Случайно не въехали Если вы случайно Въезжаете Вы естественно Свою тачку То вывести можете Но есть шанс Того что Вашим Машина большая Ну или лодка Находится уже Настолько Перед гаражом Или даже Может быть Частично В нем Что когда вы Подъедете На другой машине Просто гараж Не откроется К сожалению Так оно зачастую Работает К большому Большому сожалению Вот вроде бы И все Что я хотел Про это Рассказать Если есть Какие то вопросы То обязательно Задавайте А теперь давайте Посмотрим Что же нужно Делать дальше Так Ну первым Делом Удостоверитесь На всякий случай Что лодка В гараже Это можно Понять И по стрелочкам Которые Начинают Ити в другую Сторону И вот так Вот через Меню И gps Собственно Собственно Горя После этого Вы возвращаетесь Обратно К своей лодке Она у вас Помечена На миникарте Так что Найти ее Не составит Никакого труда Ну а после этого Ребят Вы ни за что Не догадаетесь Что нужно сделать Правильно Нужно так же Вытащить Эту лодку Теперь уже На сушу И опять Дотолкать ее До гаража Потому что Вы обязаны Уничтожить лодку Которая сейчас У вас находится В гараже Именно при помощи Ракет С той лодки Которая вам дается По миссии Вот такая вот хрень И собственно говоря Когда вы это Сделаете То есть Когда вы Поставите лодку Где-то перед гаражом Начинается самая интересная часть Давайте я вам объясню Почему изначально Считалось что Этот метод Не работает на реальной PSP Ну На эмуляторе Все просто Вы стреляете Лодка взрывается Проходит катсцена Вам говорят Продолжай миссию Братан А там надо просто Куда-то доехать А вот на PSP И насколько я слышал На мобилке Происходит Очень веселая штука И сейчас Вы это увидите Первый выстрел Все хорошо Второй выстрел И Упс А мы под водой Че Че мы на воде Мы под городом Я немножко охренел Думаю Чего Какого хрена Я оказался внизу Я думал Что я окажусь там Чуть позже Потому что я знал Что это когда-то произойдет Но я думал Что это произойдет Уже во время катсцены Однако Слава богу Вы можете Стрелять Прямо снизу И это будет Дамажить лодку И собственно говоря Это и остановило Товарищей От успешного метода Они подумали Что все Вы находитесь Под городом А это означает Что вы никак не можете Дальше продолжить миссию Потому что вы Не можете никак выбраться Но на самом деле Это Неправда Сразу же хочу отметить Что вот сейчас Пересмотрев запись Я увидел Что после первого выстрела Я никуда не провалился Означает ли это Что если Изначально Задамажить лодку Так что она будет Всего лишь на один выстрел Можно подорвать И типа Не провалиться вообще На реальной консоли Я не знаю Я этого Не проверял Возможно Лодку нельзя дамажить Возможно еще что-то Но вряд ли Ведь мы же уже говорили Про мины В общем я Честно ребят Не знаю Но вдруг И вы будете добывать Эту лодку И так же провалитесь Под город Что делать Что же делать Надо вспоминать Канал Зазы И Самые-самые-самые Его истоки Вот реально видос Я оставлю ссылку на него в описании Это то что я помнил Я помнил что где-то в карте Есть место Которое позволяет вам Вплыть Под остров И Каково было мое удивление Когда я выяснил Что Помимо того что есть Небольшая лазейка Чтобы вплыть Вы можете использовать Целую стену Чтобы выплыть Причем Даже на лодке Что меня реально Немного поразило А можете без лодки Как угодно В общем Смотрите как это происходит Вы значит так Подплываете к краю И Просто Да просто Выплываете Без всяких проблем Я сейчас Искал это место Где типа Можно вплыть Пытался понять А где же оно Пытался его увидеть И Просто случайно По инерции Можно сказать Выплыл И как видите Обратно вы так уже не попадете И Мне если честно Было интересно Все таки Найти То самое место Где можно Все таки Заплыть под островку Чтобы вспомнить это И На самом деле Может быть даже я И в детстве находил Что выплывать можно В любых Ну не в любых местах Но вот в этой стене Точно можно И там довольно большое Пространство Где вы можете Это сделать В любом случае Вот та самая Насыпь И вот тут вот слева Если плыть Под определенным углом Вы заплываете внутрь Выплыть можно Соответственно через нее Или как я уже сказал Через стену Это не влияет никак Но обратно Попасть можно Только через эту Маленькую лазейку Ну может быть не только Но это единственное Которое я находил В свое время И Вот в принципе Ребята Все Вы добыли лодку Все что осталось сделать Это пройти Нищу А для этого Надо приехать На желтый маркер И там уничтожить Одну машину Все Миссия пройдена Лодку у вас И это реальная консоль Я сразу же Еще раз Скажу Что я не знаю Работает ли это На мобильных Девайсах Но Я рискну Предположить Что да Я не вижу Никаких причин Для этого метода Чтобы он не работал Единственное Что я могу предположить Может быть там Вот эта вот Лазейка Маленькая Пофикшена Мой изначально План был Подплыть на лодке Изнутри К этой лазейке И через нее Выплыть Но оказалось Что можно Выплывать Через стену В любом случае Если кто-то Вдруг играет На телефоне Кто-то реально Заинтересован В том Чтобы помочь Я с радостью Прочитаю коммент Если вдруг Кто-то сможет Это протестить На мобилке Я бы реально Был бы очень рад Узнать Потому что Я пока что Могу только предполагать Ну Умер Ну да Естественно Небольшой совет Пацаны На эту миссию Чтобы удобнее было Тих чуваков Вытаскивать И чтобы вы редко умирали Стоит все-таки Прихватить армор Но мне было настолько В ламаз Что я постоянно Ехал просто с хп И я очень часто Умирал Если честно Но В итоге смог Без армора Поэтому Если вдруг Кто-то захочет Рискнуть Милости прошу Как-то так Последнее Что хотелось бы Упомянуть Прежде чем Я уйду Это то Что к сожалению Лодки в этой игре Можно назвать Просто трофеями Вы даже Ее не сможете Особо увидеть Вы Если вы пытаетесь Сесть То по сути Застрянете В этом гараже Навсегда На PSP Есть Один Метод Трюк Как можно Телепортировать Лодку из гаража Там при помощи Рампейджи делается Но Даже он Не очень Сам по себе Я даже не уверен Что вы сможете До воды Дотолкать Ее потом Но так Ее хотя бы Можно будет Увидеть Но по большей степени Это просто Трофей Поэтому Бесполезная штука Зато приятно Что все таки Добываемо Ну я думаю На этом я буду Загругляться В принципе Сейчас у меня Можно сказать Каникул Но не забывайте Что я работаю Однако Время у меня Все таки Становится Больше свободного Что это означает Для вас Как зрителей Я постараюсь За это время Допилить GTA 3 Без убийств В виде видосов Наверняка Какие нибудь Небольшие Стримы На ютубе Будут Анонс Естественно Всегда будут Появляться На странице За какое-то Определенное время За несколько часов Как минимум Чтобы вы успели Подогнать На стрим И Скорее всего Буду много стримить Вечерами На твиче Пытаясь Портленд Спидранить И возможно Делать что-то еще Например Спидранить Отдельные миссии Это тоже люблю делать Ну и конечно же Проходить GTA China Town Wars На 100% Мы где-то Чуть-чуть дальше Половины ушли Так что Контента еще Очень много Поэтому ребята Если кто-то Заинтересован Приходите Посмотрите Пообщаемся И так далее Ну а сейчас Я буду с вами прощаться На этом у меня все Ребят Спасибо всем За просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Надеюсь Такое возвращение В прошлое Да еще и в такую игру Ну скажем так Пришлось кому-то По душе На этом у меня все С вами как всегда Был я Заза Всем ребят Удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok